Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Слово Святаго Иоанна Златоустого о детстве. Продолжение. Если же кто хочет яснее знать, что значит имеющие жен как не имеющие, то пусть посмотрит на не имеющих ничего и распявшихся для мира, как они живут. Как же они живут? Они не нуждаются покупать ни множество служанок, ни золотых вещей, ожерельей, ни светлых и больших домов, ни такого-то и такого-то количества десятин земли, но оставив все это, заботятся только об одной одежде и пище своей. Имеющий жену может вести себя согласно такому любомудрю. Сказанное выше, не уклоняйтесь друг от друга, 1 Коринфянам 7.5, Сказано только по укуплению. В этом он повелевает следовать друг за другом и не оставляет им власти над собою. А в чем должно держаться другого любомудрия, например, в одежде, в пище, во всем прочем, в том один не подчинен другому. Но мужьям можно, хотя бы жена и не хотела отказаться от всякой роскоши и удручающего множества забот. И жене также нет никакой необходимости против воли украшаться и заботиться об излишнем. Это и справедливо. Потому что та похоть естественна, и поэтому простительна, и один из супругов невластен лишать в этом другого без его воли. А страсть к роскоши, расточительности и бесполезным заботам не зависит от природы, но происходит от беспечности и высокомерия. Во всем апостол и не повелевает ступившим брак подчиняться друг другу в этих делах, как в тех, таким образом, словах, имеющие жен, как не имеющие, означает то, чтобы мы не принимали на себя излишних забот, происходящих от капризов и из нежности жен. Но прилагали столько забот, сколько требуется для одной преданной нам души, и при том расположенной жить любомудро и скромно. А что он хочет сказать именно это, он сам объяснил, присовокупив. И плачущие, как не плачущие, и радующиеся о приобретениях, как не радующиеся. 1 Коринфянам 7.30 Ибо не радующиеся не будут заботиться и о приобретении, и не плачущие не станут бояться бедности и отвращаться от уверенности. Таково значение слов, имеющие жен, как не имеющие, то есть пользоваться миром, но не злоупотреблять им. А женатый заботится о мирском. 1 Коринфянам 7.33 Хотя забота бывает и там, и здесь, но здесь она суетна и напрасна, или лучше сказать ведет к печали и скорби. Таковые будут иметь скорби по плоти. 1 Коринфянам 7.28 А там к неизреченным благам. Почему же нам не избрать лучшей первой заботы, которая не только получает столь многие великие воздаяния, но и по свойству своему легче последней, о чем заботится незамужняя? О деньгах ли, слугах, домоправителях, полях и прочем? За поварами ли она наблюдает, за ткачами и прочую прислугую? Нет, ничто из этого не приходит ей на ум, но только об одном она заботится, чтобы благоустроить свою душу, украсить этот цветы храм, не плетением волос или золотом или жемчугом, не притираниями, раскрашиваниями или другими трудными и обременительными способами, но святостью по телу и духу. А замужняя, говорит апостол, заботится о мирском. Как угодить мужу? 1 Коринфянам 7.34 Весьма мудро он не стал перечислять самые дела и не сказал, что переносят жены для угождения мужьям и телом, и душою, тело притирая, посыпая пылью, подвергая другим мучениям, а душу наполняя низостью, лестью, притворством, малодушием и другими излишними бесполезными заботами, но намекнув на все это одним словом, предоставил подумать об этом совести слушателей. Показав таким образом преимущество девства и превознесшее его до самого неба, он опять возвращается к речи о дозволенности брага, постоянно пасаясь, чтобы кто-нибудь не стал считать это повелением. Посему он не удовольствовался прежним увещаниями, но сказал, «Я не имею повеления Господней, если девица выйдет замуж, не согрешит». Опять здесь говорит, не с тем, чтобы наложить на вас узы. 1 Коринфянам, 7 глава, 25, 28 и 35 стихи. Кто-нибудь может при этом справедливо прийти в недоумение, почему апостол выше назвал детство освобождением от уз и сказав, что он советует его для нашей пользы, чтобы мы не имели скорбей и были без забот, так как он щадит нас, и всем этим показав легкость и удобоносимость его вдруг говорит. Не с тем, чтобы наложить на вас узы. Что же это значит? Не девство он назвал петлей, нет, но принятие этого блага с насилием и принуждением. И на самом деле так. Все, что принимает кто-либо по принуждению против воли, хотя бы оно было весьма легким, бывает несноснее всего и давит нашу душу мучительные петли. Посему он и сказал, не с тем, чтобы наложить на вас узы. То есть я предложил показать себе блага детства, но и после всего этого предоставляю вам избрание его и не влеку к добродетели против вашей воли. Я посоветовал это, не желая причинять вам спорь, но чтобы благопристойнее служение Богу не нарушалось житейскими делами. Посмотри и здесь на мудрость Павла, как он с просьбами соединяет увещание и с позволением совет. Сказав, не принуждаю, но увещаю, он прибавляет. Благочинно и непрестанно показывает им превосходство детства и ту пользу, какая происходит от него для нас благоугодной жизни. Ибо жене, опутанной житейскими заботами и всюду развлекаемой, нельзя быть благоприступающим к Господу, так как весь ее труд и досуг раздоровляется на многое, то есть на мужа, заботы по дому и все прочее, что обыкновенно влечет за собой брак. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...